Всем привет! Я Ева Эльфи. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Кто меня не знает, я актриса в фильмах для взрослых, модель и блогер. И я хочу записать это видео, потому что я остелась в сериале, и мне очень хочется поделиться с вами своими эмоциями. Добро пожаловать на мой канал! Он достаточно юмористический, он очень современный, и мне понравилось то, как ребята снимают, потому что картинка была просто красивая, очень невероятно красивая. Меня пригласили сняться в сериале «Полицейский светом» во втором сезоне, где я буду играть саму же себя, Ева Эльфи. Это будет одна из главных женских ролей, потому что в первом сезоне вообще не было девушек. Я буду играть девушку Стаса. В сериале я сыграла девушку Стаса, а Стас — это сын главного героя Малюги. Малюга — это полицейский. И у Стаса очень интересная, такая необычная роль. Советую вам посмотреть сериал, чтобы понять, о чем я говорю. И у меня была одна из самых главных женских ролей, потому что действительно в первом сериале вообще не было женских ролей. Еще во второй сезон, кстати, пригласили Анастасию Самбурскую. Я ее помню с детства, это было так невероятно увидеть ее в реальной жизни, потому что я помню, как она снималась в универе. И я ее вижу перед глазами, такая «Вау! Вот это да!» Человек раньше просто был у меня в телевизоре, а теперь я вместе с ним работаю. Это круто. Это, кстати, моя первая съемка в профессиональном фильме, потому что это совсем отличается от съемок в фильмах для взрослых. Здесь есть огромные смены, здесь большая съемочная команда, Здесь даже есть трейлеры у каждого, где есть еда, костюмы, гример. Как громко! Прикольно! У меня даже были настоящие пробы. Я встретилась с режиссером, с актерами, мне дали лист сценария, где были мои реплики, меня записали на камеру, я также вот села на диван, прочиталась листочка, режиссер там сказал какие-то замечания, мы еще раз это все почитали, я подучила текст и записала это видео на камеру. И потом меня утвердили. Ну, блин, было бы, наверное, странно меня не утвердить, потому что меня же пригласили играть саму себя в Евуэльфе, да? Как бы логично, кто еще может сыграть в Евуэльф, кроме меня? Здесь не два оператора и не один, а целых три. Здесь есть человек, который крутит объектив, чтобы открывалась диафрагма. Здесь есть человек, который держит звук, здесь есть человек, который держит отражатель. И еще миллиард людей. Еще миллиард людей, которые чем-то занимаются. Здрасте, Доша, будете? Да, здрасте. У нас очень смешная ситуация произошла при знакомстве со Стасом, потому что, когда я смотрела сериал, изучала его героя, он такой весь милый, добрый в сериале кажется. И когда я встретила его в реальной жизни актера, вообще в жизни другой человек, и у меня был такой диссонанс, как вот Богдан, человек, мог сыграть этого хорошего парня, потому что Богдан был таким дерзким, резким, очень ярким парнем. И, конечно же, у него большой талант, как у актера, чтобы сыграть вот такого другого противоположного человека. И у Богдана, кстати, возникло очень много вопросов насчет моей роли. Он сказал, что вообще порно-актриса это не актриса, и вообще назвал меня даже шлюхой. Вот такое вот было первое знакомство. За что потом мне позвонил режиссер, извинялся за него, что он себя некрасиво повел, и он еще пока молодой. Он очень бьется за внимание, так скажем. Ему не понравилось, что пришел кто-то популярнее его. Это очень странно. Но, да, была такая ситуация, и у меня тогда остался такой негативный след после этой истории, как будто было немного сложно преодолеть дистанцию вот этого, когда тебя оскорбили, и вам потом нужно играть любовь. Но я как-то собралась такая, ну, это же работа актрисы. Неважно, какой человек, у тебя есть задача, тебе ставит режиссер задачу сыграть вот такую вот сцену. И я просто собралась, настроилась и сыграла. Мы снимали сцену сейчас в огромном ангаре, где нереально холодно. Мы снимали сцену, как мы стреляем якобы в тире. Мы стреляли с настоящих пистолетов, но, правда, патроны были не очень настоящие. Но они летели, и одна горячая, короче, эта штука прилетела мне сюда, я пошла меня и прилетела сквозь джинсы. Они просто летели везде, их очень много. Блин, блин, блин! Я никогда не думала, что стрелять это так круто, мне так понравилось. Но, правда, снимали мы 3 часа. Я думала, что мы снимем быстрее, а сейчас у нас еще перерыв на обед, и потом снимаем еще. Это, кажется, так долго, а сцена будет, наверное, минутку, либо полторы. Всего лишь так. На самом деле, это был такой невероятный опыт работы с такой профессиональной командой, потому что совсем отличается от съемок, в которых снимаюсь я обычно. Мне очень понравилось работать с режиссером Акаки. Он был невероятно добрый, открытый, постоянно поддерживал, шутил, подсказывал, как лучше что сыграть, сделать. И очень так правильно и мягко направлял. Мне очень понравилась его методика работы с актерами, это было очень круто и приятно. Ну, а вся съемочная команда невероятная, молодцы, их было так много ребят. Я занимался каждый своим делом, понемногу вносил вклад в этот сериал, и, по-моему, удалось просто гениально. Я хочу, чтобы вы посмотрели, называется «Полицейский с Ютуба 2», первый сезон и второй. Я снималась во втором сезоне. И можно найти его на Ютубе, ссылочку оставлю в описании. Да ладно, не парься, все хотят меня трахнуть. Я не хочу. Я когда сюда приехала, я увидела столько много трейлеров, и это так странно, потому что обычно такое видишь в кино, а сейчас я сама в кино, и тут есть отдельный трейлер для актеров, отдельный трейлер для макияжа, и даже есть трейлер с едой. Можно подойти в любое время у тебя на корн, по-моему, это круто. А это целый огромный автобус с одеждой, где есть только костюмы, где переодевайка. Здесь подготовлены костюмы для всех актеров. Вот, кстати, даже моя одежда висит, подготовленная на съемке. Прикиньте, здесь даже есть стиральная машинка, чтобы стирать вещи и гладить их. Ну что ж, друзья мои, работаем, 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 прошу вас на исходный. Из интересного хочется вам еще рассказать, что такой стандартный съемочный день у актера длится 12 часов, допустим, 8 утра, ты приезжаешь на съемочную площадку, там завтракаешь, тебя красят, делают прическу, одеваешься, идешь сниматься, потом обязательно у всех перерыв на обед, потом вы снова работаете, там переодеваетесь, меняете локацию, может быть, снимаете, работаете, ужинаете. Мне очень нравилось, что был специальный трейлер с едой, и меня еще спрашивали, что, Ева, ты будешь есть завтра, напиши, и вариации еды. И очень классно было, что можно... Очень классно было, что можно... Короче, было классно и вкусно есть, я это хотела сказать. Вот там был отдельный трейлер с одеждой и мой личный трейлер, где я отдыхала. Мне сегодня пришлось встать в 6 утра, и я не помню, когда я последний раз в экран вставала, потому что у меня обычно режим такой, что я поздно ложусь и поздно встаю. Но сегодня, кстати, я поспала 5 часов, почувствую себя очень бодренько, наверное, потому что это только первый съемочный день, у меня было 5. Я приехала, мне сделали потрясающий мейк уже, и я уже готова к съемкам. Сейчас мы снимаем всего лишь 3 секунды, и даже без слов, и мы это будем снимать больше часа, я думаю, потому что нужно сделать репетицию, записать репетицию, потом еще сделать несколько дублей. У-у-у, походу, это надолго. И выпроводить девушку не грубо, а так оградительно. Так, выпроводить в сторону вот до этой точки, вот здесь, вот, поставить сюда и вернуться обратно. Мы каждое действие репетируем по несколько раз, каждый взгляд, поворот головы и все такое. А еще мы снимаем в жилом доме, где действительно живут люди, здесь соседи. И здесь в квартире, наверное, человек 30, мне кажется. Столько много сотрудников, боже мой, это так все серьезно. Ну, не то, что на моих съемках, конечно, но впечатляет. Так, мы сняли первую сцену 15 секунд за 4 дубля. Вот, я справилась, теперь нужно идти переодеваться в другой костюм, менять мейк и готовиться еще раз. Блин, я хотела переодеться и нашла сваливчик, а его запачкали в сгущенке. Конечно! Или нет? Сегодня делали оладушки, ну ладно, пускай здесь лежит. Сегодня было интересно, она достаточно сложная смена. Режиссер ругается, что мы делаем что-то не так, постоянно что-то переснимаем. И, в общем, это не так уж то легко. Сейчас все голодные, пошли есть. Надеюсь, после обеда мы быстренько досинимем этот кусочек. Потому что он такой маленький, мы так много и долго его снимаем. Йо-во-йо! Хочу сказать, что мне действительно очень сильно понравилось сниматься в кино. Я бы хотела, чтобы у меня был еще такой опыт. Возможно, в Америке я где-нибудь снимусь когда-нибудь. Был бы неплохой рост, да? Вот я начала в Омске работать корреспондентом и дошла до сериала. Это же вообще невероятный путь. Очень горжусь собой. Я надеюсь, вы посмотрите этот сериал. А так, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. Пишите в комментариях, как вам этот сериал. Я отвечу на самые интересные комментарии. Всех люблю, целую. Пока-пока!